Здание бывшей англиканской церкви на английской набережной отдадут мюзик-холлу на время реконструкции здания театра. Из Александровского парка труппы перейдут к концу года. Первым гостем новой концертной площадки стал британский принц Майкл Кенский. До недавнего времени внутренние помещения бывшей англиканской церкви находились в запущенном состоянии. Только сейчас постепенно приобретают первоначальный облик. Это здание почти ровесник Санкт-Петербурга. За три века оно два раза перестраивалось. В советские годы здесь располагалось городское экскурсионное бюро. А в последние годы исторический памятник числился на балансе консерватории, которая не имела возможности ремонтировать помещение. Теперь город передал здание театру мюзик-холл. Реконструкция ещё продолжается. Как только она завершится, мюзик-холл начнёт проводить в бывшей англиканской церкви концерты симфонического оркестра и камерного хора. Первое выступление посвятили принцу Майклу. Для почётных гостей сыграли Серенада Чайковского и Элгара. Музыканты высоко оценили акустику зала и уникальный орган XIX века. Его планируют сделать изюминкой новой площадки. «Это надо целая передача, чтобы рассказывать всего, что надо об этом органе, потому что инструмент уникальный. Это единственный инструмент, который остался жив в ковечках в России. Их было четыре. Один в Москве, он исчез. Просто исчез. Ещё один в Риге. Ещё один был и наш». В Комитете по культуре заверили – постановки лёгкого жанра в стенах храма играть не будут. «Естественно, это не предполагается использовать для каких-то шоу, для разрухавистых событий. То есть, это будет классическая музыка, это будет Фабио Мастранжело». Также гости из Лондона и петербургские приверженцы англиканства приняли участие в первом за много лет богослужении. В будущем их планируют проводить при необходимости по согласованию с британским консульством.